Иисус Иисус Имя Твое поверь мне Поверь мне Рады Бог Иисус Иисус Бог есть смех И нет в нем смы Всякий страх Убежит Бог есть смех И нет в нем смы Взлеты Он Твои утрет Бог есть смех И нет в нем смы Он не жив Он любовь Он не свет И нет в нем смы Иисус Огни за главы И во смеши Победитель Будем славы Имя Твое Поверь мне Поверь мне Поверь мне Иисус Иисус Огни за главы И во смеши Победитель Мы Будем славы Иисус Имя Твое Во веки Во веки Во веки Господь наш Спаситель Всемогущий Великий Целитель Всемогущий Ты меч мой Ищи Твой Всемогущий Да-да-дай Защитник Всемогущий Господь наш Спаситель Всемогущий Великий Целитель Всемогущий Ты меч мой Ищи Твой Всемогущий Всемогущий Да-да-дай Защитник Всемогущий Господь наш Спаситель Всемогущий Спаситель Великий Целитель Всемогущий Ты меч мой Ищи Твой Всемогущий Да-да-дай Защитник Всемогущий Иисус Огнезаглан И Воскресший Победитель Ты Будем славить Имя Твое Во веки Во веки Иисус, огни закланы и воскреши, победите ты. Будем славить, имя Твое будем славить. Имя Твое будем славить, имя Твое поверьте. Луки 11, с 1 стиха и ниже. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. В молитве Отче наш содержатся очень важные принципы, но я бы сказал так, что это как ликбез, как первый класс в школе, как самое начало для людей, которые вообще не знают, как молиться, и которые просят, чтобы Господь их научил. Я бы сказал так, что молитва Отче наш, это как таблица умножения в математике, потому что для того, чтобы преуспеть в математике, для того, чтобы научиться делать сложные вычисления, просто необходимо знать наизусть таблицу умножения. Если ты ее не знаешь, ты постоянно будешь спотыкаться, ты постоянно будешь тормозить, ты не будешь понимать каких-то принципов, и ты не пойдешь далеко в математике, если ты не знаешь таблицу умножения. Точно так же и в молитве, если ты не знаешь, если в твоем сердце не живет молитва Отче наш, если ты не выучил ее наизусть, и не только выучил, но и понял, почувствовал те принципы, которые в ней заложены, то как ты будешь молиться дальше? Но откровение о молитве, оно намного шире, оно намного больше. Если говорить о молитве, о том, что самое важное в молитве, то кто-то сказал, самое важное в молитве – это начать молиться. Во-первых, нужно начать. Во-первых, это просто нужно делать. И грош цена всем принципам, которые ты очень хорошо знаешь, если ты не начнешь практиковать молитву, если ты не начнешь этого делать постоянно. Грош цена всем нашим усилиям и всем нашим чтениям Библии, если мы никак не выражаем это. Вы заметили, что Адам, когда он согрешил, то прервалось его общение с Богом. Он стал прятаться от Него, он стал уклоняться от разговоров. А ведь молитва – это не что иное, как общение, как разговор с Богом. И когда Адам согрешил, и смерть, духовная смерть его в жизни выразилась тем, что он перестал общаться с Богом, он закрылся от Бога, он стал убегать от Него, он стал прятаться. И человек духовно мертвый, он не может молиться, он может читать наизусть заученные молитвы, но она не рвется из его сердца. И наоборот, когда человек рождается свыше, то самым первым шагом его рождения свыше является молитва покаяния. С нее начинается. И мы всегда говорим тем, кто вышел для того, чтобы примириться с Господом, мы всегда говорим о том, что молитесь теперь, каждый день, хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко. То, что у вас на сердце, передавайте. Потому что молитва – это как дыхание. Когда рождается ребенок, врачи стараются заставить его дышать. Была такая история. Однажды один человек серьезно заболел и приехал в швейцарский санаторий, чтобы поправить свое здоровье. И там ему не стало лучше. Он почувствовал ухудшение. Он почувствовал, что жизнь уходит из него. И он стал уже как-то переживать очень сильно. Пригласил доктора. И доктор сказал ему, «Пожалуй, вы готовьтесь к худшему». И как готовиться к худшему? Когда жизнь из тебя уходит, ты задумываешься о вечности. И он жил, не зная Бога. И сердце его было в смятении. И он не знал, с кем поговорить. Он не знал ни церкви здесь, ни пастора. И там, где он жил, там был слуга. И когда слуга пришел, он сказал, «Помолись со мной, пожалуйста, помолись со мной». Но слуга тоже не знал Господа. Он только вспомнил, что где-то у него в вещах, где-то далеко-далеко лежит Евангелие. Он пошел, выкопал его, принес и протянул этому человеку. Но тот человек сказал, «Помолись обо мне, помолись со мной». И слуга, ну, он так умолял его, что слуга не мог отказать. И не умея молиться, он встал на колени. И только начал, как вдруг из его сердца полилась молитва, ходатайство за этого человека. Он молился очень горячо, так, как не молился никогда в жизни. И в ту же ночь этот человек умер. Но умер он успокоенный, потому что эта молитва, она помогла ему. Он примирился с Господом, он успокоился и в мире отошел в вечность. Но слуга этот, слуга, изменился. После этой молитвы он сам получил рождение свыше. Он сам пережил Господа, его жизнь была полностью изменена. Он стал другим человеком. Начав молиться, это был как его первый вдох новорожденного ребенка. И после этого он стал жить совершенно другой жизнью. Поэтому самый важный принцип – это начать молиться и не помолиться один раз, а начать молиться, начать жить молитвой, практиковать ее постоянно. И поверьте, я на себе проверял неоднократно, что когда твоя молитвенная жизнь становится регулярной, твои отношения с Богом становятся более глубокими, и выравнивается и твоя естественная жизнь. Следующее, о чем, наверное, важно сказать, это то, что иногда наши молитвы выглядят такие, как приказы. Ведь знаете, что в Писании сказано, Якова 4,13, он говорит, «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и поживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое ваша жизнь? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое». Иногда наша молитва, она как бы начинается тогда, когда внутри, в голове у меня есть уже такой план. Я уже все распланировал, я точно знаю, что мне нужно, я точно знаю, чего я хочу попросить у Господа, и я приступаю к нему не с прошением, а с требованием. Я полистал Библию, нашел соответствующее местописание, в котором содержится обетование, что Бог должен мне это дать, потому что Он пообещал. И я просто приступаю к Богу и стучусь, потому что Иисус сказал, ведь стучащему отворят. И вот мой кулак бьет по этой двери, и меня мало очень волнует, а какие планы у Господа на мою жизнь. Господь, может быть, имеет в виду что-то другое? Стоит спросить Бога, что ты запланировал? Как мне поступить? Что мне делать в этой или другой ситуации? Стоит задаться этим вопросом прежде, чем начинать неотступно требовать. Пусть Господь даст тебе сначала подтверждение, что да, я хочу этого для тебя. Пусть твое сердце согласится с Духом Святым, и тогда пусть молитва будет неотступной. И когда мы идем к врачу, то мы идем, чтобы выполнить его предписание. Мы ожидаем, что он осмотрит нас, сделает анализы, померит температуру, померит наше давление, и скажет, тебе нужно делать то и то. И когда мы получаем эти рекомендации, мы их выполняем. Правильно? Когда мы собираемся строить дом и нанимаем архитектора, и он делает нам проект, то потом мы ведь строим дом по этому проекту, мы не закидываем его куда-то и не строим, как нам кажется верным. Ведь правда? Точно так же и в молитве, когда мы что-то хотим, я не знаю, какие бывают нужды, чтобы человек хочет жениться, человек хочет найти работу, человек хочет поступить в институт, человек планирует построить дом. Почему вначале это не принести Господу? Спросить Господь, как ты хочешь, прислушиваться к Его мнению, и когда ты будешь уверен, что твое желание, оно соответствует воле Божией, тогда приносить ее Господу и просить у Него. Вы знаете, что очень часто бывает, что все наши молитвы сосредоточены на нас самих, потому что, ну конечно, мы свои нужды ощущаем, как никто другой, мы чувствуем их, они прямо вот так нас придавливают, и иногда ты просто не успеваешь помолиться о ком-то другом, потому что у самого нужд хватает, но на самом деле это заблуждение, потому что, когда мы молимся просто о своих нуждах, мы просто остаемся в своем мерке, то мы как будто замкнуты, но когда ты поднимаешь голову, и ты видишь нужды других людей, и начинаешь с Богом соединяться в этих нуждах других людей, и начинаешь с Богом вместе ходатайствовать об этих нуждах, то твоя жизнь обновляется, ты чувствуешь освежение, ты чувствуешь, как ты наполняешься силой, и тогда приходит ответ и на твою нужду, тогда приходит и сила, с помощью которой ты можешь победить проблему. Поэтому очень важно молиться не только за себя, но участвовать, вот как Писание говорит, участвуйте в нуждах святых, не о себе только заботься, но каждый и о других, это касается также и молитвы. Если молитва твоя состоит только в принесении Богу твоих собственных нужд, это бедная молитва, и она не обогатит тебя. Друзья мои, когда мы молимся за других людей и получаем ответ, мы наполняемся Господом так сильно, как, может быть, не сможем наполниться, получив ответ на свою собственную нужду. Поэтому очень важно молиться о других людях. И всегда, когда мы молимся о других людях, мы получаем вдохновение и для себя. Не секрет, что некоторые молитвы не получают быстрые ответы. Так здорово нам, когда мы слышим, что там в это воскресенье помолились, а в следующее воскресенье мы читаем записку о том, что Бог дал ответ, и мы ликуем, мы славим Господа. Это правда здорово, но ведь так бывает не всегда. Ведь люди иногда молятся и днями, и неделями, а иногда молятся годами. И такое ощущение, что ответ замедлил. Но там же, в Евангелии от Луки, только в 18 главе, Иисус рассказывает притчу о бедной вдове, которая нуждалась, значит, в том, чтобы ее защитили, там у нее была какая-то проблема. И она ходила к неправедному суде до тех пор, пока его не достало до печенок. Он сказал, мне ничего не надо, я хочу, чтобы она от меня отстала, и просто, просто чтобы уже и по своей неотступности, Иисус говорит, она получила ответ. И он приводит это как пример того, что нужно так же неотступно молиться, стоять в вере, что мои молитвы, они не отражаются от потолка и падают вниз, что они все-таки уходят в небеса, что Господь слышит каждую молитву. Писание говорит об этом, и мы должны стоять в вере и продолжать, продолжать, продолжать молитву, несмотря на то, что уже прошло целых 15 минут, как я начал молиться, а еще ответ не пришел, несмотря на то, что прошел день, два неделя, полгода, год, все равно продолжай, ведь есть цель, пока ты не достиг цели, не умолкай, продолжай просить, продолжай ходатайствовать, продолжай неотступно молиться, как Иисус заповедал нам, молись до тех пор, пока получишь ответ, и помощь придет. Вот, знаете, один человек, слышал такую историю, один человек решил, что он будет молиться о спасении 100 человек, это был конкретный список, и всю свою жизнь он записал этот список, и он молился о том, чтобы эти 100 человек были спасены, 98 из них были спасены, пока он был жив, и вот он умер, и на его похоронах приняли Господа оставшиеся двое. Всю жизнь ему понадобилась для того, чтобы достичь цели, но цель его была 100 человек, не 98, не 90, не хоть кто-нибудь из этих 100, Господи, может быть, ты соблаговолишь кого-нибудь из них спасти? Нет, он написал список из 100, и он стоял за них в молитве всю свою жизнь, и иногда ответ на молитву, он приходит таким путем, каким ты не понимаешь даже, была такая история, прибрежный городок, и там начался шторм, на море был ужасный шторм, и недалеко от берега в море погибало судно, его разбивал этот шторм, оно просто тонуло, и тогда с берега отправили спасательный катер, и они поплыли там, ну, команда спасателей, они должны были помочь выбраться им оттуда, но когда они плыли туда, они увидели, что шторм просто ужасный, они сказали, ребята, да мы сами не выберемся, давайте, может быть, повернем уже обратно, там уже некого спасать, уже все пропало, но один из моряков сказал, не, 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 подождите, подождите, когда мы отплывали, я заметил, что там на берегу стояла группа женщин, которая молилась о спасении моряков, которые сейчас гибнут, если они молятся всемогущему Богу, наверное, он позаботится о том, чтобы они были спасены, и они продолжили свой путь, они доплыли до того места, где был этот корабль, и не нашли ничего, кроме обломков, все уже разнесло в щепки, и они стали смотреть внимательно, и обнаружили одного человека, они вытащили из воды, как только вытащили его, обнаружили второго неподалеку, потом третьего, четвертого, восемь человек, вся команда этого небольшого судна, все были спасены, потому что один из моряков спасателей сказал, подождите, там молятся, это были простые ребята, грубые, наверное, матершинники, но услышав о том, что кто-то молится, они поверили, что эта молитва будет отвечена, неверующие люди, тем более, мы верующие, когда мы молимся, когда мы приносим молитву Богу, мы должны быть уверены в том, что Он ответит, и всегда нужно помнить о том, что в послании Ефесянам сказано 3.20, Бог может сделать больше, чем мы помышляем и о чем просим, и была такая еще интересная история, однажды известный миссионер, китайский Хадсон Тейлор, он возвращался с миссии в Лондон домой, и он должен был ехать на поезде, и в поезде он встретил одного русского графа, и тот попросился специально с ним ехать, и Хадсон Тейлор, конечно, согласился, в каком-то купе третьего класса они сели, вместе ехали, общались, и когда они ехали, то этот русский граф достал чек из кармана внутреннего и сказал, я хочу сделать пожертвование на миссию, и Хадсон Тейлор принял от него чек и увидел, что там 50 фунтов, на те времена это просто огромные деньги были, он сказал, подождите, вы, наверное, ошиблись, 50 фунтов слишком большая сумма, тот сказал, да правда, вообще собирался дать 5, ну раз 50, пусть будет 50, он сказал, уже отдал, отдал, и он отдал эти деньги, и Хадсон Тейлор, воодушевленный таким пожертвованием, он, значит, прямо с поезда побежал в здание своей миссии, прибегает, а там идет молитва, стоят люди и молятся, молятся, потому что они собрали сумму, была необходима большая сумма на миссию, и у них не хватало 49 фунтов, чтобы отправить ее, и тут вбегает ошарашенный Хадсон Тейлор, с чеком на 50 фунтов, они собрали эти деньги, и отправили на миссию, кто мог знать о том, что об этом молятся, кроме Господа, только Бог мог так свести, что этот богатый русский граф ошибся, и дал денег в 10 раз больше, чем собирался, только Бог мог так свести, что Хадсон Тейлор попался ему на пути, Бог все сведет, если только мы молимся, если мы верим, то Бог обязательно пошлет ответ, потому что молитва Божья, она высвобождает ту силу, которая нам недоступна, то, на что мы не способны, может сделать Бог, и Он готов это делать, отвечая на наши нужды, отвечая на наши вопросы, там, где не хватает человеческой мудрости, там, где не хватает человеческих сил, там, где не хватает возможностей, Бог подаст нам свои возможности, но нужно не забывать, что молитва, когда это просто молитва, может так и остаться словами, помните, как Иаков в послании своем написал, что вера без дел мертва, и если ты в своей молитве исповедуешь веру, но при этом ты ничего не делаешь, то и молитва твоя не достигнет цели, если ты сидишь просто дома и молишься о финансовом благосостоянии, то, может быть, тебе пора найти работу, может быть, пора пойти и начать зарабатывать, вообще молитву изменить, сказать Бог, дай мне работу, и пойти искать работу, тогда будет финансовое благословение, а может быть, его нет именно потому, что ты этого не делаешь, может быть, нужно прилагать какие-то усилия к тому, чтобы что-то совершалось, к тому, чтобы что-то изменилось, как знаете, в одной деревне там была бедная вдова, и братья-сестры из церкви пришли поддержать ее, помочь как-то, утешить ее, и вот они пришли к ней, и там утешали, говорили с ней, потом собрались помолиться, и только они встали на молитву, как вдруг раздался стук в дверь, и они были даже немножко возмущены, тут мы только молиться собрались, кто там пришел, мешает нам, а там стоял еще один прихожанин из этой церкви, он сказал, помогите разгрузить телегу, я привез муку, картошку, репу, и все, что необходимо этой бедной вдове, чтобы прожить, они собрались помолиться, а он оказал в действии, ответ привез на эту молитву, он говорит, я привез ответ на вашу молитву, давайте, помогайте, разгружаем, поэтому молитва сама по себе, если ты не прилагаешь к ней какие-то усилия, если ты не прилагаешь действия, она может оказаться просто пустым звуком, но если мы молимся, и в соответствии с этой молитвой, мы что-то делаем, то, что необходимо, мы не стоим в вере, а мы идем в вере, и совершаем какие-то дела, то тогда будет и ответ, и еще один важный принцип, что молитва не должна остаться без благодарения, в Писании сказано, за все благодарите, и во всякой молитве должно быть место, чтобы сказать Богу спасибо, даже если ничего, даже если все рассыпалось, и ты сидишь на пепелище, и ты в молитве обращаешься к Богу, то разве не стоит Его поблагодарить за то, что ты знаешь, кому обратить молитву, потому что ведь многие люди молятся просто мертвым идолам, а у тебя живой Господь, который по Писанию поддаст ответ вскоре, разве ты не обращаешься в молитве с верой, что Он что-то сделает для тебя, что Он ответит на твою нужду. Бог, дающий ответ на нашей стороне. Друзья мои, подводя итог, я хочу сказать, что есть очень много причин, очень много принципов, я всего лишь несколько взял, их намного-намного больше, и я начал с того, что молитва «Отче наш» это как таблица умножения, как самые азы, но можно целый университет построить на изучении молитвы, и все эти принципы, и применять их в жизнь, но самое главное, чтобы начать молиться, чтобы начать просто это делать, чтобы просто осознать, что мы призваны к молитвенной жизни, не отступать, не прекращать, дышать, наполняться молитвой, и покрывать молитвой все, что с нами происходит, не только нужды, но и радости, и не только свои нужды и радости, но и нужды радости братьев и сестер, и просто других людей, и жизнь тогда будет протекать через нас. Друзья, нам необходима молитва. Мы должны взывать к Богу, мы должны соединяться с Ним, потому что Дух Святой ходатайствует. Просто прислушайся к своему сердцу, просто послушай. В твоем сердце есть сострадание, есть боль за погибающий мир, есть желание спасти людей, многих родственников твоих, и эти желания, они не просто ниоткуда взялись, их приносит Дух Святой. И Он не просто их приносит, Он ожидает, что ты подхватишь их и выразишь их в молитве. Он ожидает, что ты соединишься с Его желанием. Как только ты начнешь молиться, Он присоединится к тебе. Друзья мои, соединиться с Господом, разве это не цель нашей жизни? Разве это не самое великое желание наше? И вот Господь нам дал удивительную возможность, молитва, соединяться с Ним в молитве. Каждый день по разным поводам соединяться, молиться, взывать к Нему, разговаривать с Ним. Ведь Он возлюбленный наш. Ведь Он наш Господь. Ведь наше сердце наполнено, на самом деле, благодарностью и любовью к Нему. И чем больше мы будем это высвобождать, тем больше это будет нас наполнять. Если твоя жизнь стала серой, какой-то бесцветной, если она тоскливая, неинтересная, или наоборот, она такая в суете, вроде бы мелькания красок, но нет какой-то стабильности, нет порядка, тебе нужен Господь. Знаешь ли ты, что есть тот, кто любит и заботится о тебе? Это твой Бог, это Иисус Христос. Писание говорит о том, что все наши заботы мы можем возложить на Него, потому что Он печется, Он заботится о нас. Если ты не знаешь, о чем идет речь еще, в практике своей жизни ты никогда не переживал этого, прими Господа сейчас, прямо там, где ты находишься, и в молитве переложи на Него свои беспокойства, страхи и тревоги. И Он говорит, я буду с тобой, я никогда не оставлю тебя. Я дам тебе мудрость, я дам тебе силу, и я проведу тебя через все жизненные преграды. Сделай это сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова